Здравствуйте! С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Заседание модного суда я объявляю открытым. А если что, не по ее велению, не по ее хотению, хлопает дверью и начинает плакать. Дочь уверена, жить на одной территории с мамой все равно, что на поле боя. Мечтает ее приодеть и вывести из депрессии. У дочери осталась одна надежда – модный суд, чтобы там ее осудили и за наряды, и за непристойное поведение. И отправили на исправительные работы сначала в магазин, а потом на свидание. Сколько это будет продолжаться, когда ты умершься, наконец? Ты мне мешаешь, непонятно? Мам, ну мам, подожди, давай поговорим, мы найдем компромисс, мам. Я подала заявку на модный суд. И что? Ну что, тебе там помогут снова стать красивой. Зачем ей это надо? Итак, сегодня мы слушаем дело о том, почему Ирина обнимается не с мужчинами, а с деревьями. Моя подопечная Мария Тимошкина считает, что если ее маму срочно не переодеть, не одарить комплиментами и желательно не отправить в ЗАГС, то им обеим из-за нешуточных скандалов придется пойти уже совсем в другой суд. Ну, мне кажется, что обвинение несколько преувеличивает всю, так сказать, сложность ситуации. Мне кажется, что все опять, как у нас это принято у девушек, все сводится к тому, что нету некому больше прислониться, кроме как к дереву. Это несколько, конечно, печально. Хотя к деревьям хорошо прислоняться. Они тоже люди, правильно? Они тоже люди, они надежные. Это правда, правда. Деревья очень надежные, очень многое могут дать тебе. Гораздо больше даже иногда, чем мужчины. Но тем не менее, вам нужен мужчина. Ну что ж, будем разбираться в этом деле. Я приглашаю к трибуне дочь нашей обвиняемой. Пожалуйста. Мария Тимошкина, 24 года. Мария, почему вы с мамой, Мария, не можете найти общий язык? Как это связано с ее гардеробом? Вы знаете, в нашей семье сложилась такая ситуация, что я не могу жить с моей мамой в одной квартире. Это просто невозможно. Она постоянно меня упрекает, говорит, что я ей мешаю, что я слишком шумно что-то делаю, что я просто невыносима. Она в большей степени работает дома. Соответственно, мы живем как в коммунальной квартире. Она закрывается в своей комнате и не дает мне просто вздохнуть воздуха. Она только выходит для того, чтобы на меня покричать, что я ей мешаю. Погодите, Мария, но решение-то простое, разъехаться. Ну а как же так? Ну я не могу ее тоже оставить в таком состоянии. Я вижу, что просто ей самой некомфортно от того, как она себя ведет. Раньше она была жизнерадостной. У нее были какие-то интересы. Что случилось с вашей мамой? Почему она так изменилась? Я думаю, что это из одиночества. Именно по женской части. Она никогда не была замужем. Но хорошее дело браком не назовут. Правильно. Я тоже согласна с этим. Вот. Но даже я не видела рядом с ней хорошего мужчину, достойного никогда. И она не видела. Вот она и не вышла замуж. Ну потому что она неправильно выглядит. Она не может найти себе правильного мужчину. То есть вы считаете, что если мы ее накрасим, переоденем, то правильный мужчина. Дело в том, что сейчас она не занимается ничем, кроме своей работы. Ну, между прочим, у нее интересная работа. Вы знаете, кто наша сегодняшняя подсудимая? Вы не можете себе представить. Она менеджер по продажам на мясокомбинате. Ирочка, вы могли бы встать и показать нам вашу фигуру? Ирочка, но у вас все не так плохо, не так печально. У вас женственные формы. Конечно. Вы стройные. У вас прямая спина. У вас голубые глаза. У вас хорошая женственная улыбка. Неплохой профиль. И энергичный подбородок. Что вы можете ответить на обвинение дочери? Да я просто в шоке. А что ты так... Просто ты меня обидела. Я такое слышала. Ты что? Что я тебе мешаю жить, я не пойму? Я всю жизнь положила на тебя, я мешаю тебе жить. Ты мне не мешаешь жить. Я наоборот хочу тебе счастья. Я наоборот хочу тебе найти мужчину. Разъехаться. Ты вообще что говоришь? Куда разъехаться? Это я сказал разъехаться. Да все равно бы сказали, она сказала разъехаться. Ты занимаешься моей жизнью. Ты мне постоянно упрекаешься, я неправильно воспитываю свою дочь. Ты же мой ребенок, я и занимаюсь твоей жизнью. Как же мне еще заниматься? Мама, мама, вам пора обрезать пуповину. Понимаете, есть какой-то момент, когда ребенок может пожить самостоятельно. Вам 51 год, вы в самом соку. Вы персик, а вы из себя сделали курагу. Вот, курага. Присаживайтесь, пожалуйста, будем разбираться. Я передаю слово Эвелине Хромченко. Смотрим на гардероб. Я понимаю. Гардеробчик студии. Эвелина, пожалуйста, дайте оценку этому гардеробу. Просим вас. Гардероб вашей мамы отчетливо делится на две части. Одна темная, другая светлая. В этом есть какой-то секретик? Я не думаю, что эти цвета вообще, в принципе, могут хорошо смотреться на моей маме. Поэтому я не считаю их за цвета. В смысле? А почему вы думаете, что такой цвет будет плохо для вашей мамы? Или, например, такая кофточка? Я считаю, что это ее старит. Совершенно не подчеркивать ее фигуру. Причем, что вот это одна из ее любимых кофт. Красный цвет, красивый, яркий. Я бы сказала, что это кофта для какой-то бабули в огороде. Это я не знаю просто, что это. А что это? Туника. Туника, подлегин, сочи корзина. Сделисипи, очень красивая. Все, ничего. Ничего не видно. Ни тебя не видно. Ничего не видно. Прозрачная вообще-то, как не видно. Сексуально. Вы знаете, у меня есть четкое ощущение, что здесь сделано и в вещах. Что здесь дело в том, что девочкам хочется разъехаться. Но одна не может убежать, другая не пускает. И сегодняшняя передача возможность поговорить, достучаться друг до друга. Ну и, возможно, еще получить приятный опыт в виде переодевания. Потому что волшебно же, другие переодеваются. Может быть, и здесь будет что-то симпатичное. Женщина, которая все время находится в свободном состоянии, довольно часто перестает наводить лоск. И вот именно этот момент беспокоит дочь в отношении личной жизни мамы. Поэтому я думаю, что красивое отражение в зеркале этой женщине принесет сегодня определенные позитивные эмоции. А тот комплект, который предложат ей стилисты, продемонстрирует, что леггинсы теперь носят. Только для того, чтобы пол помыть. Спасибо большое. Присаживайтесь. А я передаю слово Татьяне Васильевой. Защитнице. А вы знаете, я вот смотрю на вашу дочь и на вас, естественно, мне кажется, вы не слышите друг друга. Вот вы, у вас заранее готов ответ, у вас заранее готова претензия. И так, конечно, нельзя жить. А главное, чтобы вы сто процентов не разъедетесь никогда. Я знаю такие случаи. Так живет мама с дочкой. И дочь остается одинокой, и мама будет одинокой. И вы все время будете выяснять отношения. Извините. Мне сейчас кажется, у меня больше претензий к вам, чем к Ирине. Потому что вы очень непримиримы к ней. Непримиримы. Я не вижу у вас сочувствия к маме. Я не вижу добрых чувств к маме. Я не вижу. Я вижу у вас одно ожесточение против матери. Она вам мешает жить, это понятно. Но и вы тоже мешаете. Дело не в том, что она мне мешает жить, понимаете. Она постоянно меня упрекает в том, что я все делаю неправильно. Потому что она мама. Она всегда будет это делать. Я своим детям говорю, не сердитесь, не судите меня. Я всегда буду вам это говорить. Я пытаюсь ей помочь. В чем-то, понимаете? А в чем? Скажите, в чем? Ну, хотя бы даже подумай. Сейчас я нахожусь в декретном отпуске. Извините, у вас есть муж? Нет. Вот пусть сама выходит замуж. Вот сама пусть выходит замуж. Вы будете замуж, пока ты... Иди, одевайся, иди, одевайся, выходи замуж. Ты сам дурак. Девочки, девочки, ну куда же вас занесло? Совсем уже не в ту степь. Я просто хочу ей помочь, чтобы она поняла. Я сейчас вот сама столкнулась с такой ситуацией. Я понимаю, что ей тяжело, что ей нужно вот это женское счастье. Я хочу ей помочь. Ты не поможешь так. Это вы зашли в тупик. Ты не поможешь, потому что ты не слышишь маму. Ну надо, ну даже вот бог с ней с этой вот кофточкой. Ну неужели трудно сказать, мам, тебе так хорошо? Мам, накраешь губы красненьким. Вы думаете, я не говорила? Я же на самом деле не конфликтный человек. Я все держу в себе. Вот она на меня кричит, я ухожу в другую комнату. Я просто не могу. Это уже просто последняя капля, которая... Хорошо, скажи, пожалуйста, вот ты считаешь, вот мама здесь переоденется, она будет шикарно выглядеть, такой, какой ты ее еще никогда не видела. И да, на нее будут обращать внимание. Это изменит ваши отношения? Я думаю, что да. Я думаю, что просто она сама на себя посмотрит. Теми глазами, которые я на нее смотрю, понимаете? Я вижу тоже, она очень красивая. Конечно. Она очень интересная, она всегда была зажигалкой, всегда... Вот она душа компании, у нее очень зажигательный смех. Вот если она смеется, то смеются все, понимаете? Да, это видно, это видно, что эта женщина очень моложавая, и она безвозрастная. А сейчас она просто про это забыла. Я думаю, что ей нужно про это напомнить. А я почему-то не в состоянии этого сделать. А нет, ну только не расстраивайся так. Все только начинается. Спасибо большое, Татьяна. Присаживайтесь, Мария. А я вызываю в трибуне нашу сегодняшнюю обвиняемую Ирину Тимошкину. Скажите, что у вас за история в лесу? Почему вы ходите обниматься со стволами? Да, я очень люблю лес. Очень люблю лес. Он... Знаете, там тишина, там шум. Ну там и та же тишина. Может быть, то, что вот я менеджер, да, много общаюсь с людьми. Ну по телефону, конечно, всего, больше всего. И, знаете, иногда эмоции настолько они переполняют, что их нужно выбрасывать. Мне некуда выбросить. Вот мне, Маша, да. На меня. Да ничего подобного. Вот приезжаешь туда, и там... И вы там обнимаете деревья. Да, я их обнимаю. И подпитываетесь их энергией. Вы знаете, они, наверное, больше дают, чем люди. Вот как интересно. Да. Они... Когда к ним прикасаешься, обнимаешь... Особенно я люблю большие деревья. Ну, чтобы вот можно было обхватить, и вот еще там кусочек остался. Ствола вот, чтобы... Деревья втреп, хвата, дремучие леса, среди лесов когда-то наш город поднялся. Замечательные стихи. Я передаю слово Татьяне Васильевой, защитнице. Ирин, почему вы замуж не вышли? Ну, вы знаете, я отца, дочью, ну, любила, могу сказать честно. И, ну, так получилось, что я забеременела, а он был не из Москвы, он... Приезжий. Ну, он сказал, я поеду к родителям съезжу, их подготовлю к свадьбе. Прошло разрешение. Вот, ну, я скоро буду, приеду, не волнуйся, все хорошо. Ну, жду. Жду, когда он приедет. И он сбежал. Вы знаете, он приехал, но он приехал уже женившись. О-о-о, какой наглец. Он приехал, он приехал, женившись. Он вас обманул. Ну, вы знаете, я не знаю, он приходил, говорил, что, мол, я тебя тоже, типа, люблю. Вот давай вместе. Я говорю, как вместе, мы что? Как вместе, я не... То есть он вам предлагал гарем? Ну, понимаете, как, что он сказал, что я не брошу вас. А зачем мне приходить? Я уже знаю, что он еще где-то там живет, кого он там любит, не может... Это хальник. Я собственница. Зачем мне это? Правильно. И из-за него вы во всех мужчинах разочаровались. Ну, вы знаете как, во всех, не во всех, я, конечно, вычеркнула вообще из своей жизни женатых мужчин. Правильно. Вот. Ну, тут у меня была ситуация, ну, давно это, правда, было, лет, наверное, 15 уже назад, да. Пришел к нам в офис молодой человек, нам представили его. Вы знаете, ну, я не знаю, я, наверное, до речи потеряла, и вообще, вот, хорошо, что я сидела за столом. Я такого красавца никогда не видела. И он в голубых джинсах, с голубыми глазами, и в белом свитере таком вот вязаном, ну, красивый такой. А, еще рукава так засучил и здоровится. Кожа смуглая, ну, зыгар такой. Ну, я думаю, все. Пропала я, пропала. Пропала я, пропала. Ну, ничего не смогла сделать, потому что, наверное, испугалась, может, себя, может, еще что-то, не знаю. Не могу я первой подойти. Надо было действовать, возможно, это было взаимно. А в первый раз, когда вы, вот, вы хотели выйти замуж, вы были смелее? Вы не боялись подойти первой? Вы знаете, нет, а там не то, что это не подошло, а он меня выбрал первый раз, как бы. А сами вы боитесь выбирать? Ну, вы знаете, вот, если честно, ну, как я подойду, какая-то маленькая, толстенькая. Ну, понятно, короче. С полной диагнозом. А почему вы себе не выберете какого-нибудь маленького толстычка с мяскомбината? Ну, с мяскомбината, вы знаете, нет, на самом деле, как бы мне нравятся, вот, маленькие, толстенькие. Вот такую сарделечку какую-то. Сарделечка, да. Рульку себе найдите. Продолжение этой истории, а также модные советы совсем скоро. Как оставаться модной, при этом не лезть из кожи вон. Не пропустите, будет интересно. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слушаем дело о том, почему Ирина обнимается не с мужчинами, а с деревьями. Эвелина, вам слово. Ирина, вот у вас к себе такие огромные претензии. Это с чем связано? Вот, как раз сказали, вот, рулька типичная. Нет, у вас нет, вы еще не той комплекции. Вы на краковскую колбаску, не более. Вот, краковская, посмотрите, посмотрите на мои ушки. Это не ушки, это речи любви, но максимум докторская. Ножки коротенькие здесь. Вот так вы занижаете свою самооценку. Я даже не могу выйти здесь. Как можно себя критиковать сприлюдно? Какая разница, как все на самом деле обстоит? Вам одежда зачем? Зачем нужна одежда? Чтобы скрыть, вот, и чтобы холодно не было. А ты подчеркиваешь только. Ты только этим занимаешься, что ты надеваешь какие-то мешки на себя. И все. И если, предположим, эта информация исходит от вашей дочери, вас она раздражает по одной простой причине, что она там может понимать, она же ребенок. Это так? Ну, практически, конечно. Вот. Естественно. А вы воспринимаете эту ценную информацию с другой стороны. Представьте себе, что, например, вот вы озаботились этой темой и действительно решили переодеться. И наняли стилиста. Это же затраты, это серьезные расходы. А тут у вас есть свой персональный стилист, который абсолютно бесплатно дает вам советы. Ну, вы понимаете, как советы? Советы замечательные, прекрасные. Их надо слушать, их надо что-то принимать, что-то не принимать, наверное. Не знаю. Но дело в том, что она говорит, ты одела балахон. Он удобный балахон. Я спокойно в нем иду. Я не комплексую. Я ничего не вижу. Мам, ну ты же женщина, в конце концов. Ну, правда. И хорошенькая, между прочим. Что мешает вам однажды пойти с дочерью в магазин и примерить, не купить, примерить то, что она вам рекомендует? Характер. Ну, вы знаете, мы когда ходили, но я ничего вот не выбрал для себя, то, что она мне показывала. Она вам показывала это на вас или на вешалке? Ну, на вешалке. На вешалке. А почему вы не хотите примерить то, что она вам показывает? Ну, зачем я буду примерять, если это вот мне изначально не нравится? А потому что вы никогда не можете определить, как эта вещь выглядит на самом деле. Она же висит на вешалке, а не на человеке надет. А можно мне вот внедриться, да? Да, пожалуйста. Вот я, например, из дома не выхожу, при том, что я там в разных компаниях бываю, разных людей вижу. Я никогда из дома не выхожу, не вызываю, ну, то есть не то, что из дома, а куда-то, если мне пойти. Я вызываю свою дочку, которая одевается вообще просто, ну, это вся в дырках, в майках, вот так вот тикость-накость. Я ее вызываю, и она меня одевает. И я бы так сама никогда не оделась, как меня одевает моя дочь. А мне кажется еще, извините, что вы, вы кокетничаете, вы кокетка. У вас, вы сами знаете, что у вас очень приятная фигура. Очень приятная. Вы такая пышка. Вот пышка. Да, так что же плохого-то? Ну, не всем же быть жердями, как сейчас модно. Вы пышка, вы показываете нам, вот здесь у меня торчит, здесь торчит. Так это же, у вас красиво торчит. Я всегда хотела. У вас все гармонично. Не знаю. Не, вы знаете. А чего вы вдруг, почему вы вдруг решили, что тогда, когда мы абстрактно возьмем, да, ситуацию, вы похудеете, избавитесь от того, что вы называете ушами, вам будет нравиться то, как на вас сидит одежда. Вы с чего это взяли? Ну, потому что, наверное, шьют какие-то вещи на хорошие фигуры. Это вам кто сказал такое? Не знаю, я так думаю. Ну, вот вы так думаете, гипотетически, если вы спросите у женщины, которая, например, наоборот, хотела бы прибавить себе объем бедер, а это сейчас очень актуально и модно, и очень многие молодые девицы над этим делом работают активно не только в тренажерном зале, но еще и к пластическому хирургу ходят, чтобы объем прибавить. У них противоположная задача, их точно так же злит, их плоская попка, как у вас, ваша не плоская. Они очень хотят получить гиперобъем в области ягодиц, они его не получают, так же расстраиваются, как вы, и что мы будем с этим делать? Ну, не всем же быть, к примеру, Клауди Шифер или Ким Кардашьян. Есть разные люди, и абсолютно разные типы фигур можно красиво упаковать. Вы не видите в этом диссонанса? Почему бы не сделать то, чего вы не делали, для того, чтобы пойти туда, куда вы еще никогда не ходили, и получить то, чего у вас еще никогда не было, а именно позитивное мужское внимание? Позитивное внимание, не знаю. А что тут непонятно? Нарядилась и пошла. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое, Эвелина. А у нас с вами настало время модных советов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, сегодня свой видео вопрос нам задаст Оксана из Лондона. Посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, уважаемый, модный приговор. Меня зовут Оксана, и я хотела задать вам вопрос о том, как и с чем лучше всего носить кожаное платье. Вот это и есть одно из моих последних приобретений. Платье очень хорошего качества, из великолепной кожи, хорошего покроя, хотя я столкнулась с небольшой проблемой, как и с чем его комбинировать. На данный момент единственный вариант, который мне показался самым оптимальным, это вот такое сочетание с обычными классическими туфельками и складчем. Вот еще у меня есть вот такой вариант, гораздо более casual. Как видите, здесь туфли уже без каблука, но я не совсем уверена, насколько этот вариант приятный. Действительно, кожаное платье это ответственный шаг. Для того, чтобы выносить, надо иметь хорошую фигуру. Она у вас есть. Это уже большой плюс. А обувь вы выбрали неплохо, но я уверен, что Евелина Хромченко, наш международный эксперт моды, даст вам прекрасные советы по тому, как это можно скомбинировать и с другой обувью, и с другими верхами. Но вот горохово цвета, ваша маленькая кофточка, мне явно не понравилась. Она все-таки, мне кажется, портит вид сзади, не спереди, а именно сзади. Она, мне кажется, на спине очень-очень короткой. Короткой. Евелина, вам слово. Вы знаете, вы купили абсолютно универсальную вещь. Сегодня к коже нужно относиться просто как к одному из материалов. И надо отдать должное тому, что этот придирчивый материал к вам и к этому фасону действительно очень подходит. С чем можно было бы носить это платье в стиле Леди Лайк? Для того, чтобы чуть-чуть сбить с него пафос. Почему бы не приобрести этому платью в пару из аналогичного материала легкое пальто, так называемое morning coat. Вот такой жакет, чуть более свободный, возможно, O-образного силуэта, из аналогичной кожи, будет великолепно вписываться в кожный комплект Леди Лайк и не будет иметь никакого специфического подтекста. Особенно, если вы наденете обувь на плоской подошве, например, остроносые балетки, замшевые, например, даже замшевые ботфорты, которые, не имея каблука и не обладая каким-то наглым и порочным цветом, вовсе никак не будут нивелировать степень Леди в этом комплекте. Если же вам хотелось бы наоборот продемонстрировать определенные непослушания, выйти из тех правил, в которых вы живете, можно дополнить это платье объемной джинсовой курткой оверсайз и какими-нибудь ботинками довольно тяжелыми, теми, которые обычно носят панки на лондонских улицах. Это тоже будет весьма актуально. Это платье хорошо работает и с классическими шпильками. Я бы рекомендовала решиться на каблук в 10,5 сантиметров, к которому тяготеет модный мир. И тогда это платье будет выглядеть как повседневное платье женщины, работающей в моде. Вы легко можете носить это платье и с тренчем, что всегда в Лондоне по погоде. Какого цвета должен быть этот тренч? Он может быть цвета хаки, он может быть черным, это два самых распространенных цвета, и я уверена, что в вашем арсенале этот тренч есть. Какова должна быть его длина? В понтан платье, а также это может быть короткий тренч, который тоже наверняка есть в вашей коллекции. Но самое главное заключается в том, что вы сделали отличное приобретение. Это платье вам идет, оно прекрасно на вас сидит, и оно из неубиваемого материала, если его правильно носить, конечно. Больше о том, как верно сочетать вещи, читайте на сайте велинохромченко.ком Спасибо большое, Велина. Ну, а сейчас наша героиня Ирина отправляется в магазин, чтобы там самостоятельно выбрать три комплекта одежды согласно нашим заданиям. Позже наши стилисты предложат альтернативу. Кто же победит? Решат наши зрители. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Слушается дело о том, почему Ирина обнимается не с мужчинами, а с деревьями. Итак, Ирина Тимошкина сходила в магазин. Сейчас мы увидим ее первый наряд. Образ в стиле «Долой комплекса». Итак, Ирина Тимошкина на главный подиум страны. Ирина Тимошкина возможно. Потому что очень давно мне никто не говорил о любви. Даже была такая ситуация, что мне нравятся такие, как Бондарчук, как Гоша Куценко. Ну такие мачо, вирильные, лысые. Вы знаете, да. У нас есть такой вирильный лысый для вас. А я... Михаил Грушевский. В общем, вам нравятся «Крепкие орешки». Я все понял. Послушайте, Ирина, вы на себя, конечно, наговариваете. На вас изящные, потрясающие, эффектные, элегантные, лакированные черные туфельки. Очень вам идут, вся студия с этим согласна. Очень идут. Вам нужны комплименты. В нормальных количествах. Понимаете, если их будет слишком много, вы, наверное, заподраздите неладные, что-то какой-то подвох. Но вы заслуживаете нормальных мужских комплиментов. И не только от деревьев, с которыми вы обнимаетесь. Спасибо большое. Что скажешь, дочка? Конечно, мне приятно видеть, что это платье. Но рукава длинноваты. Гороха можно было бы поменьше. Немножко... Ну, длину платья, мне кажется, можно было бы сделать немножко подлиннее. Но не слишком длиннее. Но немножечко. Спасибо большое, Мария. Итак, Ирочка, ступайте переодеваться за кулисы. Татьяна Васильева, вам слово. Я продолжаю настаивать на том, что это очень кокетливая женщина с хорошей очень фигурой. И при этом у нее есть такое качество. Она, наверное, тоже чисто женская, вот такой вот женщины, такой вот пышечки. Когда она все время говорит, ну, смотрите, какая я уродливая. Ну, посмотрите, у меня вот тут висит, а вот тут не стоит. Ну, посмотрите, какая я нехорошая. Правда, я нехорошая. И что эта женщина ждет? Вы очень красивая. Да, именно. Вы такая чуд... Да где мы такое еще? Мы никогда такое не видели. Понимаете, вот какое... Вот мне такое ощущение, что вот она этого очень ждет. Да, больше комплиментов. Мария, сделайте это над собой усилие. Провоцирует на комплименты. Сделайте ей комплименты побольше. Скажем, мать, ты вообще, ну, самое, 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 попробуй вот это надень. Ну, какими-то хитростями переодень ее. Ну, не иди вот так вот Эвелина, вам слово. На самом деле, это платье можно волшебным образом преобразить за какие-то 20 минут. Укоротить рукава может любая женщина, удлинить подол тоже. И я вас уверяю, что там есть подгиб в 5 сантиметров, который есть стандартно для того, чтобы решить эту маленькую проблему. Кроме того, если вдруг именно это платье наша героиня будет носить не с обнаженными ногами, а с черными колготками, этот эффект, возможно, даже и не нужен, потому что если эти колготки будут плотными, то того момента, который хотела бы решить дочь за счет удлинения платья, просто не будет видно. И наша героиня будет при своей длине, при своих красивых ногах и в новом платье. Еще один момент. Вот здесь все время женщины гундят, мужчины не делают на меня комплименты, я сто лет не слышала комплиментов. Давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны. А вы повод давно давали. Спасибо большое. Это очень верно. Ну, а сейчас второй выход Ирины. Наряд на радость дочери. Пожалуйста. Ирочка. Маш, я вот посмотри, для тебя все это делаю, понимаешь? А ты почему вот так вот со мной поступаешь? Как так? Что? Ну вот что я? Какая я? Она еще слова не сказала. Она еще слов не сказала. Вы уже ее пилите. Выключайте электропилу. Ой, это... Маш, я тебя очень люблю, понимаешь? А у меня получается... Господи. Почему ты так вот со мной поступаешь? Обнимайтесь и целуйтесь. Что тебе не нравится? Мне все нравится. Прекрати. Прекрати. Можете на себя посмотреть по-другому, Ма. Ма, прекрати, пожалуйста. Прекрати. Мне тоже. Вещи тебе мои не нравятся. Маш, садись. Ирочка. Ирочка, можно я с вами поговорю? Вы такая прекрасная. Просто птичка. Ирушка. На меня можно посмотреть или не будем? Саша, можно я составлю компанию? Давайте. будем обниматься. Идите, пожалуйста. Маша, посмотри. Вот и лысый, коренастый, с эти рулька, как вы мечтали. Какой выбор? Понравится женатый мужчина? Нет. Мне нравится не женатый мужчина. Вам нравится лысый, коренастый, вы мне сказали. Евелина правильно сказала, дочка еще не успела ничего сказать. Это такой практически детский анекдот, когда Винни-Пух с пятачком молча идут по лесу, и вдруг Винни-Пух ни с того ни с сего дает здоровую оплеуху. Тот говорит, за что? Говорит, ты идешь и всякую фигню про меня думаешь. Ира, ну прекратите, ну правда. Ирочка, мне нравится наряд, но мне не нравится ваша походка. Знаете почему? Вы все время ищите пятачок вот здесь на тропинке. Вот знаете, как вы ходите? Я вам покажу. Может быть, это грибы? Это практически. Это что? Ну что, вот так надо идти, что ли, Павел? Нет. А как? Пряменько. Спасибо вам большое. Пряменько. Пойдемте вместе. Так. Пойдемте вместе под ручку. Давайте. Пряменько. И смотрите туда. Как красиво. Смотрите. А доченька какая красивая. А здесь разворот, поворот. И мы идем дальше. Слушайте, а может походу программы мы еще и дочку замуж выдадим? Да выдадим. Дочку надо замуж выдать. И вас тоже. Вы знаете, за кого? Да. Я считаю, что вам подойдет дровосек. Вы будете вместе в лес ходить. Валить деревья и потом обниматься с утра до вечера. Как вам нравится? С деревьями обниматься? Да. А с дровосеками? С грибником тогда. Тогда вот с грибником. Ну договорились. Спасибо. Ирочка, думайте о хорошем. Думайте о мартаделле. И ступайте переодеваться. Ну а сейчас слово защитницы Татьяне Васильевой. Как можете прокомментировать эту сцену? Мне кажется, что лед тронулся. Потому что уже чаще улыбка появляется. Хотя еще по привычке слезы утираются, которые уже почти не льются. Но это привычка так жить. Вот от этого очень трудно, конечно, избавиться. Но я думаю, что сегодня какой-то перелом произойдет. У меня такое ощущение. Уже иначе настроена. Уже иначе. Уже в ней просыпается желание этим заниматься. Спасибо большое. Эвелина, вам слово. У вас не мама, у вас просто классика жанра. Учитесь, посмотрите, что она делает. В студии мужчины, и она ими управляет. Просто крутит их. Вокруг пальца все мужчины к ней была бы возможность, и другие бы к ним присоединились. Ведь женщина плачет, ее нужно срочно поддержать и успокоить. Она в две секунды выстроила эту ситуацию, так как ей это необходимо. Причем, заметьте, она ее срежиссировала. Ребенок еще не успел ничего сказать, а ты уже в слезы. Тебе не нравится, как я оделась. Она рта не раскрыла. И вот вам, пожалуйста, режиссер собственной жизни имеет феерический эффект. Двое мужчин бросаются к ней и начинают с ней цацкаться. Женщина, учитесь у нее. Спасибо большое, Эвелина. А сейчас третий выход Ирины. Наряд для встречи с достойным мужчинам. Пожалуйста. Ирочка, а у вас все-таки губа не дура. Вы знаете, что цвет нюд, а еще в трикотаже с люрексом это хит-сезон. Я старалась. Я старалась. Мне помог Михаил. Я очень хочу его обнять. Я могу это сделать? Да, надо, надо. Спасибо вам, дорогой. Наконец-то не с деревом. Для чего же красиво. На этом вот мрачная темная страница вашего психологического портрета закрыта раз и навсегда. Говорить уже нечего. Спасибо большое. Мария, вот посмотрите, как сработала терапия комплиментами. Видите, ваша мама расцвела, стала улыбаться, ей стало многое нравиться. Если бы вы тоже с ней разговаривали так и сказали, любимая мамочка, на тебе все очень хорошо смотрится. Вот видите, она сразу стала обниматься с мужчиной, а не с деревом. Да, это моя ошибка, я так полагаю, что я как-то мало говорю. Маша, Маша, вы должны, как мне кажется, перестать быть такой царевной несмеянной. Вы сообщающиеся сосуды. Как только счастье начнет перетекать, и мама расцветет, и у вас лучше будет. Спасибо большое. Татьяна Васильева, вам слово. Ну, уже большой, конечно, прогресс в цвете. Цвет красивый, очень вам идет. Но насчет вот трикотажа вот такого, я, конечно, побаиваюсь такие вещи носить. Они очень компрометирующие, очень опасные. Это такой расстрел такой публичный. Но вы не побоялись, умница. Есть один момент в этом платье, это не тот, о котором совершенно справедливо уже сказала Татьяна, который должен сдерживать вас от использования этого платья именно для свиданий на первой стадии. Оно очень напоминает свадебное. Это страшно пугает мужчин. Платье такого вида может направить мужчину по ложному пути. Вы вот, может, замуж-то и не хотите, а хотите поговорить о птичках. А он думает, боже мой, она уже распланировала, как мы назовем, наших детей. Вот. И может просто не сложиться именно из-за этого. Потому что мужчины, они же тоже такие пугливые, робкие существа, особенно в наше время. Спасибо большое, Евгения. Ну, а теперь пришло время отправить нашу сегодняшнюю подсудимую Ирину Тимошкину прямиком в волшебную комнату к нашим стилистам. Не сопротивляйтесь, не спорьте ни с кем. Переодевайтесь и порадуйте вашу дочь и всех наших телезрителей. Какой же Ирочка вернется от стилистов увидим буквально через несколько минут. Будьте с нами не переключайтесь. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слушаем дело о том, почему Ирина обнимается не с мужчинами, а с деревьями. Итак, Ирина Тимошкина побывала в волшебной комнате стилистов. Ее виды изменили до неузнаваемости. Но в зеркале она еще не умела себя разглядеть. Давайте ее поддержим аплодисментами. Первый выход. Образ в стиле «Долой комплексы». Ирина на подиуме. « Argh!» Ирочка, кто эта красава? Это не я. А кто? Не знаю, какая-то женщина. Какая? Молодая, красивая. Но это вы, дорогая. Нет, не может быть. Эту женщину зовут Ирочка Тимошкина. Что скажет, онемевшая от восторга дочь Мария. Я просто в восторге. Я не знаю, вот меня переполняют эмоции, я готова плакать, потому что моя мама, она очень красивая женщина. Самое главное, что она сама увидела и сама поняла, насколько она красива. И что она достойна быть счастливой, по-настоящему, по-женски. Сестра Галина рвется вас поздравить. Ирина, сестрочка. Ты, ну, в образе выглядишь просто замечательно. Я тебя даже не узнала. Спасибо, моя хорошая. Спасибо. Я тебя очень люблю. Спасибо. Положите розочки на стол. Идите, дорогая, переодеваться. А что скажет Татьяна Васильева? Нравится. Очень идет. Другая женщина. Еще, конечно, ей самой непривычно, неудобно, когда лицо ее открыто. Нет этой челки, с которой она пряталась вот так вот, завешивала половину лица. Вот так вот со всех сторон. И сейчас лицо открытое. Она очень красивая женщина. Это правда. Это победа. Спасибо большое. Эвелина, просим вас дать оценку. Ну, образ очень динамичный. Я думаю, что наша героиня сейчас будет обращать на себя внимание мужчин помоложе. Ей вряд ли имеет смысл стесняться этого внимания, потому что эта женщина стала выглядеть молода. Потому что сама она очень хорошо выглядит. Просто наговаривает на себя, потому что любит слушать комплименты. Спасибо большое, Эвелина. Ну что ж, а теперь второй выход Ирины. Наряд на радость дочери. АПЛОДИСМЕНТЫ Доченька, моя хорошая, я очень благодарна, что ты меня вытащила сюда. Да, я очень тебя люблю. Прости меня, пожалуйста. Я вот действительно прости. Я очень тебя люблю. Давай мне с тобой будем подружками, друзьями, моя хорошая. Ладно? Спасибо. Спасибо. Я всегда знала, что ты у меня очень красивая женщина. Очень красивая. Это было просто потрясающе. Просто потрясающе. Спасибо большое. Дорогая, вы милейшая женщина. И как только вы начинаете улыбаться, верить в себя и радоваться, вы преображаетесь, светитесь. Спасибо вам огромное. Удачи, переодевайтесь. Татьяна, пожалуйста. Я не думала в начале программы, что мама и дочка обнимутся, помирятся, улыбнутся, расплачутся от радости. Я не уверена, что они разъедутся когда-нибудь по разным квартирам. Большой вопрос. Потому что их связывает огромное чувство и потребность друг в друге. Тем более у тебя есть ребенок, да? Да, маленькая дочка. Маленькая дочка. Мама же помогает? Конечно. Она все для нас делает. Просто она про себя забывает постоянно. Да, да, да. Но ты умница. Ты большая умница, что ты сюда ее привела. И видишь, какой эффект потрясающий. Спасибо вам. Спасибо вашей программе. Спасибо, Танечка. Итак, Эвелина Хромщенко. Вот знаете, я думаю о чем. Очень часто бывает именно то, про что рассказывала наша героиня. Так, знаете, бодро отстаивая точку зрения свою. Она мне все время предлагает то, что я даже примерить не могу. Как часто вы проходите мимо вещей, не примеряя их. Просто потому, что вам кажется, что это не для вас. Что вам это никогда в жизни не пойдет. Что на вас это не будет смотреться. Вряд ли наша героиня думала о том, что на ней будет так классно смотреться бомбер оверсайз. То есть очень большой бомбер. Вероятнее всего, она, как очень многие женщины, думала о том, что спортивный объем, да еще белого цвета, будет ее непременно полнить. И никогда бы сама не примерила такую вещь в магазине. А нет, оказывается, это прекрасно освежает, придает спортивность и динамизм образу. И все вместе оказывает удивительный эффект омоложения. Не сопротивляйтесь, пробуйте. За это денег не берут. Спасибо большое, Элина. Ну что ж, третий выход Ирины Тимошкиной. Наряд для встречи с достойным мужчиной. Вы даже не посмотрели на себя в зеркале. Я чувствую изнутри, что я красивая, молодая, стройная. Это так и есть. Я готова к вам, молодые люди. Молодые! Правильно, молодые. А зачем вам старики? Вы стильная, вы стройная, вы молодая. И вас любит дочь. И внучка дома. Спасибо, моя хорошая. Выслушаем сейчас модный приговор от народной артистки России. Татьяна Васильевна. Ну, я думаю, что Ирина не случайно не подошла к зеркалу, не стала на себя уже смотреть. Это правда. Ощущение уверенности в себе вы уже получили. Вот за такой небольшой срок. Такие перемены колоссальные. И это необыкновенно. Меня это потрясает, на самом деле. Вы прекрасно ходите. У вас очень красивые ноги, у вас красивые щиколотки тонкие. Это очень красивая гамма, очень красивая. Несмотря на то, что есть такие вот вкрапления яркие, такие насыщенные, все равно очень нежный облик получается во всех трех видах. Нефритовый цвет идет многим блондинкам. И дай вам Бог, чтобы все, что вы хотите, о чем вы сожалеете, чтобы все ушло и пришло. Спасибо большое. Евелина, ваш модный приговор. Вот что мне нравится в этом платье, оно очень соответствует вашему характеру. Оно переменчивое очень. Вот этот спокойный нефритовый цвет, он соответствует вам, когда вы от эмоции до эмоции не знаете, что делать. Зато красные розы очень активные, карминные. И эта сумочка показывает, что в определенный момент вы можете позволить себе такой прямо взрыв вулканический, что только держись. И вот это вот сочетание в одной женщине чего-то очень мужественного и чего-то очень нежного, женственного, это та уникальная пропорция, которая характерна для многих, но ваша только для вас. Вот вы такая одна. Вы это показываете в вашем костюме, потому что то, что было раньше, совершенно никак не отличает вас от миллионов других людей. А вы же уникальная. Так покажите это, потому что вот тот персонаж, не знаю уж, из древесно-добывающей он, бумагообрабатывающей или мясомолочной промышленности специалист, то так или иначе он вас ждет. Вот такую взбалмошную, немножко сумасшедшую, очень красивую и женственную женщину. Спасибо большое, Эвелина, мы с вами подходим к финалу нашей утренней программы «Дворецкие». Привезите вещи на подиум, а вы, дорогая Ирочка, подойдите ко мне в центр. Ирочка, позвольте вас поздравить. Вы такая миленькая. Ну и, конечно, задать вам важный вопрос. Куда вы пойдете в этих нарядах? В этих? Да. В первую очередь я приглашу своих друзей в ресторан. Ну да, этот добавляет килограмм, но не позволяет вам познакомиться с нужным мужчиной. А я вас приглашаю посетить мою выставку старинных мужских костюмов, которая сейчас открыта в Государственном историческом музее. Туда ходят мужчины состоятельные и стильные. Спасибо большое. И там ваши платья произведут должный эффект. А что же вы хотите взять в дар? То, что вы нашли в магазине, либо то, что подобрали наши стилисты? Ну, даже, безусловно, конечно, стилисты. Я надеюсь, вы это и получите, уважаемые гости в студии, голосуйте. Продолжение следует... 15% в пользу Ирины, 85% в пользу наших стилистов. Наряды от стилистов вам в дар от программы. Модный приговор. Заседание закрыто. Мы с вами прощаемся. Скоро увидимся вновь. А зачем мне приходить? Я уже знаю, что он еще где-то там живет. Кого он там любит, не может... Ахальник. Я собственница. Зачем мне это надо? Правильно. И из-за него вы во всех мужчинах разочаровались? Ну, вы знаете как, во всех, не во всех. Я, конечно, вычеркнула вообще из своей жизни женатых мужчин. Правильно. Ну, тут у меня была ситуация. Ну, давно это, правда, было. Лет, наверное, 15 уже назад. Пришел к нам в офис молодой человек. Нам представили его. Вы знаете, ну, я не знаю, я, наверное, до речи потеряла. И вообще, вот хорошо, что я сидела за столом. Я такого красавца никогда не видела. Он в голубых джинсах, с голубыми глазами и в белом свитере таком вот вязаном. Ну, красивый такой. А, еще рукава так засучил и здоровится. Кожа смуглая. Ну, зыгар такой. Ну, я думаю, все. Пропала я, пропала. Пропала я, пропала. Но ничего не смогла сделать, потому что, наверное, испугалась, может, себя. Может, еще что-то, не знаю. Не могу я первой подойти. Надо было действовать, возможно, это было взаимно. А в первый раз, когда вы хотели выйти замуж, вы были смелее? Вы не боялись подойти первой? Вы знаете, нет. А там не то, что я подошла. Он меня выбрал первый раз. А сами вы боитесь выбирать? Ну, вы знаете, вот если честно, ну как я подойду какая-то маленькая, толстенькая? Ну, понятно, короче. С полной диагнозом. Почему вы себе не выберете какого-нибудь маленького толстячка с мясокомбината? Ну, с мясокомбината. Вы знаете, нет, на самом деле, как бы мне нравятся вот маленькие толстяки. Вот такую сарделечку какую-то. Сарделечка, да. Рульку себе найдите. Продолжение этой истории, а также модные советы совсем скоро. Как оставаться модной и при этом не лезть из кожи вон. Не пропустите, будет интересно. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слушаем дело о том, почему Ирина обнимается не с мужчинами, а с деревьями. Евелина, вам слово. Ирина, вот у вас к себе такие огромные претензии. Это с чем связано? Вот, как раз сказали, вот рулька типичная. Посмотрите, какая я. Нет, у вас нет, вы еще не той комплекции. Вы на краковскую колбаску, не более. Вот, краковская, посмотрите, посмотрите на мои ушки. Это не ушки, это речи любви, но максимум докторская. Ножки коротенькие здесь. Вот так вы занижаете свою самооценку. Как можно себя критиковать сприлюдно? Какая разница, как все на самом деле обстоит? Вам одежда зачем? Зачем нужна одежда? Чтобы скрыть вот... Здравствуйте, с вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Заседание модного суда я объявляю открытым. Ирина Тимушкина, 51 год, не замужем. Менеджер по продажам на мясокомбинате. Есть дочь. У Ирины все по плану. Если мужчина, то только как Дмитрий Нагиев. Дома дочь и внучка ходят по струнке. Пылесос работает только по ее расписанию. А если что, не по ее велению, не по ее хотению. Хлопает дверью и начинает плакать. Дочь уверена, жить на одной территории с мамой все равно, что на поле боя. Мечтает ее приодеть и вывести из депрессии. У дочери осталась одна надежда. Модный суд, чтобы там ее осудили и за наряды, и за непристойное поведение. И отправили на исправительные работы. Сначала в магазин, а потом на свидание. Сколько это будет продолжаться, когда ты умершься, наконец? Ты мне мешаешь, непонятно? Мам, ну мам, подожди. Давай поговорим, мы найдем компромисс. Мам, я подала заявку на модный суд. И что? Ну что, тебе там помогут снова стать красивой. Зачем ей это надо? Итак, сегодня мы слушаем дело о том, почему Ирина обнимается не с мужчинами, а с деревьями. Моя подопечная Мария Тимошкина считает, что если ее маму срочно не переодеть, не одарить комплиментами и желательно не отправить в ЗАГС, то им обеим из-за нешуточных скандалов придется пойти уже совсем в другой суд. Ну, мне кажется, что обвинение несколько преувеличивает всю, так сказать, сложность ситуации. Мне кажется, что все опять, как у нас это принято у девушек, все сводится к тому, что нету некому больше прислониться, кроме как к дереву. Это несколько, конечно, печально. Хотя к деревьям хорошо прислоняться. Они тоже люди, правильно? Они тоже люди, они надежные. Это правда, правда. Деревья очень надежные, очень многое могут дать тебе. Гораздо больше даже иногда, чем мужчины, но тем не менее, вам нужен мужчина. Ну что ж, будем разбираться в этом деле. Я приглашаю к трибуне дочь нашей обвиняемой, пожалуйста, Мария Тимошкина, 24 года. Мария, почему вы с мамой, Мария, не можете найти общий язык? Как это связано с ее гардеробом? Вы знаете, в нашей семье сложилась такая ситуация, что я не могу жить с моей мамой в одной квартире. Это просто невозможно. Она постоянно меня упрекает, говорит, что я ей мешаю, что я слишком шумно что-то делаю, что я просто невыносима. Она в большей степени работает дома. Соответственно, мы живем как в коммунальной квартире. Она закрывается в своей комнате и не дает мне просто вздохнуть воздуха. Она только выходит для того, чтобы на меня покричать, что я ей мешаю. Погодите, Мария, но решение-то простое, разъехаться. Ну а как же так? Ну я не могу ее тоже оставить в таком состоянии. Я вижу, что просто ей самой некомфортно от того, как она себя ведет. Раньше она была жизнерадостной. У нее были какие-то интересы. Что случилось с вашей мамой? Почему она так изменилась? Я думаю, что это из-за одиночества. Именно по женской части. Она никогда не была замужем. Но хорошее дело браком не назовут. Правильно. Я тоже согласна с этим. Но даже я не видела рядом с ней хорошего мужчину, достойного никогда. И она не видела? Вот тогда и не вышла замуж? Ну потому что она неправильно выглядит. Она не может найти себе правильного мужчину. То есть вы считаете, что если мы ее накрасим, переоденем, то правильный мужчина? Дело в том, что сейчас она не занимается ничем, кроме своей работы. Ну, между прочим, у нее интересная работа. Вы знаете, кто наша сегодняшняя подсудимая? Вы не можете себе представить. Она менеджер по продажам на мясокомбинате. Ирочка, вы могли бы встать и показать нам вашу фигуру? Ирочка, но у вас все не так плохо, не так печально. У вас женственные формы. Вы стройные. У вас прямая спина. У вас голубые глаза. У вас хорошая женственная улыбка. Неплохой профиль. И энергичный подбородок. Что вы можете ответить на обвинение дочери? Да я просто в шоке. А что тут такого? Просто ты меня обидела. Как? Я такое слышала? Ты что? Что я тебе мешаю жить? Я не пойму. Я всю жизнь положила на тебя. Я мешаю тебе жить. Ты мне не мешаешь жить. Я наоборот хочу тебе счастья. Я наоборот хочу тебе найти мужчину. Разъехаться? Ты вообще что говоришь? Как, куда разъехаться? Это я сказал разъехаться. Да все равно бы сказали. Она сказала разъехаться. Ты занимаешься моей жизнью. Ты меня постоянно упрекаешь, что я неправильно воспитываю свой дочь. Ты же мой ребенок. Я и занимаюсь твоей жизнью. Как же мне еще заниматься? Мама, вам пора обрезать пуповину. Понимаете, есть какой-то момент, когда ребенок может пожить самостоятельно. Вам 51 год, вы в самом соку. Вы персик, а вы из себя сделали курагу. Вот, курага. Присаживайтесь, пожалуйста, будем разбираться. Я передаю слово Эвелине Ромченко. Смотрим на гардероб? Я понимаю, гардеробчик-студию. Эвелина, пожалуйста, дайте оценку этому гардеробу. Просим вас. Гардероб вашей мамы отчетливо делится на две части. Одна темная, другая светлая. В этом есть какой-то секретик? Я не думаю, что эти цвета вообще, в принципе, могут хорошо смотреться на моей маме. Поэтому я не считаю их за цвета. В смысле? А почему вы думаете, что такой цвет будет плохо для вашей мамы? Или, например, такая кофточка? Я считаю, что это ее старит. Совершенно не подчеркивать ее фигуру. Вы думаете, я не говорила. Я же на самом деле не конфликтный человек. Я все держу в себе. Вот она на меня кричит, я ухожу в другую комнату. Я просто не могу. Это уже просто последняя капля, которая... Хорошо, скажи, пожалуйста. Вот ты считаешь, мама здесь переоденется. Она будет шикарно выглядеть. Такой, какой ты ее еще никогда не видела. И да, на нее будут обращать внимание. Это изменит ваши отношения? Я думаю, что да. Я думаю, что просто она сама на себя посмотрит. Теми глазами, которые я на нее смотрю, понимаете? Я вижу тоже. Она очень красивая. Конечно. Она очень интересная. Она всегда была зажигалкой. Всегда... Вот она душа компании. У нее очень зажигательный смех. Вот если она смеется, то смеются все, понимаете? Да. Это видно, что эта женщина очень маложавая. И она без возраста. А сейчас она просто про это забыла. Я думаю, что ей нужно про это напомнить. А я почему-то не в состоянии этого сделать. Понятно. Только не расстраивайся так. Все только начинается. Спасибо большое, Татьяна. Присаживайтесь, Мария. А я вызываю в трибуне нашу сегодняшнюю обвиняемую Ирину Тимошкину. Скажите, что у вас за история в лесу? Почему вы ходите обниматься со стволами? Да, я очень люблю лес. Очень люблю лес. Он... Знаете, там тишина. Там шум. Но там и та же тишина. Может быть, то, что вот я менеджер, да, много общаюсь с людьми. Ну, по телефону, конечно, всего, больше всего. И, знаете, иногда эмоции настолько они переполняют, что их нужно выбрасывать. Мне некуда выбросить. Вот мне, Маша... Да, на меня. Да, ничего подобного. Вот приезжаешь туда. И вы там обнимаете деревья. Да, я их обнимаю. И подпитываетесь их энергией. Вы знаете, они, наверное, больше дают, чем люди. Вот как интересно. Да, они, когда к ним прикасаешься, обнимаешь, особенно я люблю большие деревья, ну, чтобы вот можно было обхватить, и вот еще там кусочек остался ствола, вот, чтобы... Деревья в три обхвата, дремучие леса среди лесов, когда-то наш город поднялся. Замечательные стихи. Я передаю слово Татьяне Васильевой, защитнице. Ирина, почему вы замуж не вышли? Ну, вы знаете, я отца дочью любила, могу сказать честно. И, ну, так получилось, что я забеременела, а он был не из Москвы, он говорит... Приезжий. Ну, он сказал, я поеду к родителям съезжу, их подготовлю к свадьбе. Прошу разрешения. Вот, ну, я скоро буду, приеду, не волнуйся, все хорошо. Ну, жду. Жду, когда он приедет. И он сбежал. Вы знаете, он приехал, но он приехал уже женившись. О, какой наглец. Он приехал, женившись. Он вас обманул. Ну, вы знаете, я не знаю, он приходил, говорил, что, мол, я тебя тоже, типа, люблю. Вот давай вместе. Я говорю, как вместе? Мы что? Как вместе? Я не... То, что он вам предлагал гарем? Ну, понимаете, как что? Он сказал, что я не бру... Вот это одна из ее любимых кофт. Красный цвет, красивый, яркий. Я бы сказала, что это кофта для какой-то бабули в огороде. Это я не знаю просто, что это. А что это? Туника. Это... Туника, подлегин, сочи-корргина. Сдели-сипи, очень красивая. Все, ничего. Смотрите, с люликсом... Ничего не видно, ни тебя не видно. Ничего не видно, никаких... Прозрачная вообще-то, как не видно. Сексуально. Вы знаете, у меня есть четкое ощущение, что здесь сделаны в вещах. Что здесь дело в том, что девочкам хочется разъехаться, но одна не может убежать, другая не пускает. И сегодняшняя передача – возможность поговорить, достучаться друг до друга, ну и, возможно, еще получить приятный опыт в виде переодевания. Потому что волшебно же, другие переодеваются. Может быть, и здесь будет что-то симпатичное. Женщина, которая все время находится в свободном состоянии, довольно часто перестает наводить лоск. И вот именно этот момент беспокоит дочь в отношении личной жизни мамы. Поэтому я думаю, что красивое отражение в зеркале этой женщине принесет сегодня определенные позитивные эмоции. А тот комплект, который предложат ей стилисты, продемонстрирует, что леггинсы теперь носят только для того, чтобы пол помыть. Спасибо большое. Присаживайтесь. А я передаю слово Татьяне Васильевой, защитнице. Вы знаете, я вот смотрю на вашу дочь, и на вас, естественно, мне кажется, вы не слышите друг друга. Вот вы, у вас заранее готов ответ, у вас заранее готова претензия. И так, конечно, нельзя жить. А главное, чтобы вы сто процентов не разъедетесь никогда. Я знаю такие случаи. Так живет мама с дочкой. И дочь остается одинокой, и мама будет одинокой. И вы все время будете выяснять отношения. Извините. Мне сейчас кажется, у меня больше претензий к вам, чем к Ирине. Потому что вы очень непримиримы к ней. Я не вижу у вас сочувствия к маме. Я не вижу добрых чувств к маме. Я не вижу. Я вижу у вас одно ожесточение против матери. Она вам мешает жить, это понятно. Но и вы тоже мешаете. Дело не в том, что она мне мешает жить, понимаете. Она постоянно меня упрекает в том, что я все делаю неправильно. Потому что она мама, она всегда будет это делать. Я своим детям говорю, не сердитесь, не судите меня. Я всегда буду вам это говорить. Я пытаюсь ей помочь. В чем это, понимаете? Нет, а в чем? Скажите, в чем? Ну, хотя бы даже подумай. Сейчас я нахожусь в декретном отпуске. Извините, у вас есть муж? Нет. Вот пусть сама выходит замуж. Вот сама пусть уходит замуж. А почему она мне идти, одеваться, идти, одеваться, выходить замуж? Девочки, девочки, ну куда же вас занесло? Совсем уже не в ту степь. Я просто хочу ей помочь, чтобы она поняла. Понимаете, я сейчас вот сама столкнулась с такой ситуацией. Я понимаю, что ей тяжело, что ей нужно вот это женское счастье. Я хочу ей помочь. Ты не поможешь так. Это вы зашли в тупик. Ты не поможешь, потому что ты не слышишь маму. Ну надо, ну даже вот, вот, бог с ней с этой вот кофточкой. Ну неужели трудно сказать, мам, тебе так хорошо? Мам, накрась губы красными.